Ну а пока вы смотрели этот сюжет, мы тем временем обзавелись еще одним присутствующим в нашей студии, у нас гость. Мы ее с удовольствием приветствуем. Юлия Филина, экс-победительница, участница нашего шоу под названием Я худею, дорогая редакция. Юленька, привет! Привет! Доброе утро! Доброе ли оно? Я спрашиваю у тебя, как у человека, продолжающего худеть, не останавливающегося на достигнутом. Почему? Вот скажи мне, ты позавтракала? Признаюсь, не успела. А чем обычно завтракаешь? Просто пустой с сыром. Я напомню тем, кто присоединился к нам на данный момент только-только что, мы сегодня разговариваем о растворимой еде. Полезно, вредно или все остальные моменты. Вы можете, кстати, с нами разговаривать при помощи ветки на форуме Порт Амура. Юль, смотри, растворимая еда, казалось бы, да, продукт, но незаменимый для человека в нашем нынешнем обществе, которые очень спешат, опаздывают на работу. Я знаю, что это тоже деловая леди. Деловая леди. Наверняка же были моменты, когда ты поглощала эту еду. Поглощала, были, конечно, такие времена. Были. А сейчас исключила все? Исключила, но иной раз хочется. А как на тебя это влияло? Как влияло, действительно? Влияло, ну как влияло, ну как обычно на человека влияет. То есть пока об этом не думаешь? Я считаю, что боли в поджелудочной. Абсолютно ничего, никаких болей не было, просто появлялись складки. А, ну все понятно, все сразу. На моем теле. Скажи, вот смотри, даже если человек, ну бывают такие моменты, когда человек не может исключить из своей жизни, но в силу того, что он не знает, что растворимая еда, быстро приготовляемая еда, она не очень полезна для человека. Исключая эту еду, что же тогда употреблять в пищу? Чем заменить? Ну, во-первых, это много времени. Вот, допустим, в моем случае, да, я свой случай сейчас вот. В моем случае у меня всегда есть мятные конфетки, у меня есть в сумочке яблочко, да, и бутылочка воды. Поэтому кушать захотела, раз попила водичку. А надолго этого хватает? Ну, нет, конечно. Все равно схочется. Ну, я, допустим, не думаю, что мятные конфеты могут перебить мне аппетит. А ты попробуй, Владос. И что, это помогает, что ли? Да, вот эти 80 конфет, которые задние, надолго ли хватает? Ну что, конечно, на час. Исправляюсь. Юля, скажите, вот о вкусах, конечно, не спорят, но говорят, что еда, которая вкусная, она как раз-таки является полезной. На ваш взгляд как? Это правда, нет? Нет, не правда. Я люблю очень жареную картошку, очень люблю картофель жареный, но знаю, что он чертовски калорийный и жутко вредный. Когда последний раз употребляла это в пищу? Я мечтаю каждый день, правда. Я первым делом, когда я дойду до достигнутой цели, да, сброшу килограммы, которые до конца. Я отмечу это дело. Жареная картошка и холодное молоко. На самом деле у многих людей есть такие любимые блюда, так назовем их, но многие очень любят и фастфуд. Я не исключение, друзья мои, но не буду говорить о том, что я люблю, как часто я употребляю в пищу фастфуд. А вот давайте посмотрим, что же говорили по этому поводу люди на улице. Когда не успеешь приготовить, они очень даже пригождаются. Ты их закинул, запарил, пошел. К фастфуду очень хорошо, к лапше не очень. Ну это же полуфабрикат какой-то, пластмассовая лапша, она горит, там плавится, я не знаю. Очень плохо, это вредно здоровью, потому что содержит очень много вредных веществ. Отрицательно относились, на самом деле, потому что это губительно для здоровья. На самом деле, знаю, что это очень вредно, но тем не менее, иногда балую себя этим, можно так сказать. Для людей, которые едут на дорогу, это наиболее дешевый и быстрый вариант покушать, потому что кушать в поезде ресторана, это очень накладно. Так что выбора нет. Особенно студенту, да, голодному. Дети любят, вот дочь у меня ее любит, но я всячески стараюсь вот этими вещами не кормить и сам ем. Если говорить о городе и здесь, то фастфуд это не лучший вариант. В голодный год пойдет. Продолжая запихивать себе в рот бутерброд, подумай, так ли он полезен. Но мне кажется, на самом деле, я почему именно так-то начал, друзья мои, потому что мы сегодня разговариваем о быстро приготовляемой растворимой еде. Так называемом фастфуде. Бутерброд, он же не так вреден, как обычная растворимая еда, то есть та же самая лапша или, как говорят, картошка. Как вы считаете, Юлия? Юлия Филина, наш гость. Привет. Привет. Бутерброд, насколько он вреден? Да я считаю его не таким уж прямо вредным. А если в нем котлета, если в нем сыр, если в нем, ну не знаю, что еще вредно из продуктов. Ребят, это сухомятка, во-первых. Вот, сухомятка. Если ее даже запивать, это будет вредно. Как думаешь? Ну, я думаю, что можно позволить себе один разочек слушать. Один разочек? Да, на один разочек, я думаю. А когда, в день или в неделю один разочек? Да, в моем случае это вообще в месяц. Я понимаю, Юль, что в одной серии «Я худею, дорогая редакция» ты говорила о том, что есть можно абсолютно все. Абсолютно. Абсолютно все, но в ограниченных количествах. И сейчас так же думаешь? Я сейчас хочу сказать, что углеводы нельзя кушать. Вот углеводы – это что? Я сейчас для людей, которые смотрят нашу программу. Углеводы – это не чистый продукт. То есть, он содержится во многих продуктах. Что именно нельзя? Нельзя кушать хлеб. Нельзя кушать сахар. Даже черный хлеб бородинский? Черный хлеб можно, но в малых количествах. Я опять же уточню. Нельзя кушать хлеб и нельзя кушать все остальные продукты, содержащие углеводы, ежели вы худеете. Да. Ну, а если вы такой вот воробушек, как Марина? Кушайте все. А я этим и занимаюсь. Да. Ты это вас радовала. Я считаю так. Лишь бы радовалась пища. Да. А скажи мне честно, ну, все равно, приходилось ли в жизни употреблять фастфуд? Я имею в виду вот эти вот самые гамбы. Что ты, конечно. Слабость? Да нет такого человека, который этого не пробовал. Конечно. Таким удовольствием. И как часто? Ну, то есть, хорошо, давай не так. Как часто это понятно, что ты сейчас скажешь, как истинный худеющий человек, очень редко. Но очень редко. Когда в последний раз? В последний раз? Вот признаюсь, где-то полгода назад. То есть, как раз перед началом процесса? Конечно. Я оторвалась в Москве, в Макдональдсе. Ага, вот, все-таки в Макдональдсе. Конечно. Ох, тот самый Макдональдс. Юля, а скажи, пожалуйста, вот сейчас летнее время, жара и все такое прочее. Вот увеличивается ли риск отравления покупаемых нами продуктов именно на улице, которые там на углу продают стоят женщины, хот-доги продают, пирожки всевозможные, или шашлычницы различные стоят на обочине? Ну, летом, конечно, риск очень увеличен. Ну, а если они даже хранят их в так называемых переносных холодильниках? Я не сторонник этого. Не стоит рисковать. Я никогда не буду рисковать, правда. Я вот боюсь этого всего. Боишься? Конечно. Я думал, ты бесстрашная. Нет. Во всяком случае, я на это делся. Юля, скажи мне честно, были ли какие-то моменты, когда ты соотносила свою натуру? Я сейчас издалека заходил. Ну, затыкает тебя. Издалека пошел. То есть, вот, я сейчас сформулирую, вот подождите, у меня сейчас флюиды прям взорвут мой мозг. Ага. Зависит ли похудательный процесс от того, кто ты по гороскопу? Я не задумывалась. Задумайся. Мало того, не только задумайся, но обрати внимание на наш телевизор, где, собственно, мы прямо сейчас посмотрим гороскоп. Ага. Овны сегодня могут раскрыть некую коммерческую тайну, пусть даже и случайно, а разглашенные сведения могут вам навредить. Тельцы могут несколько разочароваться в коллегах или своих деловых партнерах, что заставит изобретать новое решение. Близнецы, будьте осторожны в обращении с электричеством и газовыми баллонами. Есть опасность получения травмы. Раки склонны к перестраховке, и любые решения им даются очень нелегко. Однако вы все-таки способны тщательно анализировать ситуацию. Львы старайтесь не болтать лишнего, особенно в присутствии потенциальных конкурентов. Великие дела лучше делать молча. У дев сегодня обострена интуиция, поэтому за ними лучше оставлять последнее слово в принятии решений или при выборе подарков. Весы могут неожиданно для себя увлечься новой идеей для бизнеса. Сегодня могут обнажиться ваши скрытые таланты. Скорпионы могут вернуться к каким-либо старым проблемам. Свежий взгляд поможет с ними быстро разобраться. Стрельцы нынче деликатны и дипломатичны, так что за разрешением споров обращайтесь именно к ним. Козероги, не стесняйтесь поразить начальство о премии или даже о повышении зарплаты. Хороший день для этого. Водолей, вам желательно не отступать от стандартных правил и схем, а в случае чего консультироваться со специалистами. Рыбы, некоторые не слишком срочные дела, сегодня можно отложить, а еще лучше перепоручить кому-либо другому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спонсор показа Билайн. Первый областной канал. Мы боремся за ваше здоровье всевозможными способами, рассказывая о том, что растворимая еда не так-то уж полезна, как вам казалось. Юлия Филина у нас до сих пор в гостях, не знаю почему. Шучу. Знаю почему. Потому что Юля на протяжении, сколько уже, 4 месяца? 4 месяца Юлия худеет, и причем у нее это получается. Получается же? Глядя на внешний вид Юлии. Ты не видела ее раньше, она была так прекрасна. Не знаю, вообще, на мой взгляд, не надо было тебе худеть. Но да ладно, это не мое мнение, это не мое дело. Юль, вот сейчас у тебя есть возможность уникально обратиться ко всем зрителям Благовеченской, да и не только всей области. Расскажи, что же все-таки нужно есть, чтобы худеть, но и организм был в тонусе? Ну, то есть, обратиться к нашим пышечкам, которые хотят похудеть. Попробуй так. А, значит, в первую очередь нужно употреблять это здоровую пищу, правильную приготовленную пищу. Что является здоровой, правильно? Приготовлена в пароварке. Вот сейчас я за пароварку двумя руками. В пароварке, если вы хотите кушать, вы не можете без себя отказать, вы любитель покушать. Поэтому, ну, кушайте, но только правильно готовьте. Готовьте на пару то же самое мясо, то же самое курицу, ту же самую рыбу. Но вы перейдите на раздельное питание и сделайте эту порцию вот такой, маленькой, и кушайте. Ну, и еще, конечно же, нужно двигаться, нужны физические нагрузки. То есть, можно, в принципе, есть все, что угодно вот такими порциями. То есть, заваривайте лапшу в ладоши, друзья. В ладоши. Да. В ладоши есть, но главное заниматься спортом. Да, если вы не можете отказаться. А если откажетесь от пищи, от всей этой вот углеводы. Ты занимаешься сейчас спортом? Да, обязательно. Как часто? Каждый день. Каждый день? Да. А говорят, что не очень полезно каждый день. Надо как-то через день. Ну, по крайней мере, ходьба у меня по набережной каждый день. А, вот такие упражнения? Да. Все ясно. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях была Юлия Филина, эксперт по похуданию и, собственно, по правильной здоровой еде. Спасибо, Юленька, ты прекрасно выглядишь. Спасибо, Юля. Я не поздравляю с тем, что ты не остановилась на достигнутом. Прощаясь с тобой, могу сказать только одно. Пойдем, сходим в кино. Пойдем.